Поселить в сердцах людей радость, создать праздничное настроение и помочь увидеть прекрасное в обыденном мире. Это основная цель творческих людей, которые работают в новом Доме культуры Аула Эльбурган. А вот как достичь в этом деле успеха и какие преграды есть на пути? Ответы на эти вопросы узнавала Альбина Ламкова. Дом культуры в Ауле Эльбурган открылся в сентябре месяце. Планов много по организации его работы. Это место предполагает стать центром культурной жизни и общения как для взрослых, так и для детей. Здесь планируют устраивать досуг для ульчан, развивать творческие способности и открывать новые таланты. Играть на музыкальном инструменте мечтают многие, а для хорошего результата, как и в любом деле, нужно время, терпение и труд. Хорошо играть это минимум год, наверное. А так два-три месяца, конечно, это по этим звукам надо обучать. Я брожу неподалеку от дома в березовом перелеске. Все кругом будто купается, плещется в золотистых волнах тепла и света. За другой дверью идет репетиция. Точнее, подготовка к конкурсу чтецов «Живая классика». С Эмилией Шаевой занимается директор Дома культуры Зурида Койчева. Творческая жизнь после пандемии пока не так насыщена, но это временно. Зурида Койчева – весьма творческая, яркая и очень деятельная натура. Всегда полна интересных замыслов и готова приложить массу усилий, чтобы их осуществить. Сейчас идет подготовка к акции «Память юных героев Великой Победы». На данную тему покажут зрителям театрализованное представление. Трудиться нужно в плотном режиме, если позволит эпидемиологическая ситуация. Пандемия была, как вы знаете. Мы работали индивидуально с детьми, по одному, по два человека. До сих пор так продолжается почти. Например, 8 марта мы снимали онлайн-концерт здесь, 23 февраля тоже был. До строительства нового Дома культуры творческая работа с детьми всегда проводилась в школе. Были хоровой, театральные кружки, игра национальной гармоники. Успехом пользовался ансамбль «Бибарк». Его участники не раз становились лауреатами на различных конкурсах. Сейчас ансамбль прекратил свою работу. Нет хореографа. У нас много талантливых детишек. И родители хотят, и мы тоже хотим. Вот хореографа не находим. В ауле много специалистов молодых. В городе работает, в районе работает. Мне хотелось бы, чтобы они работали у нас. Ну, у нас штат такой маленький. Зоря Докойчева надеется, что в скором времени Дом культуры все же станет местом, куда смогут прийти люди отдохнуть, отвлечься от повседневных дел, послушать любимые песни, посмотреть на театрализованное представление артистов, насладиться танцами, как это было в прежние времена в старом клубе. Альбина Ламкова, Руслан Харченко, Вести, Корчаева, Черкесия, Абазинский район.